салютики друзья вам из лидла куда еще мы могли с александром пойти в магазин конечно же мы же каждый день ходим сюда я в мужском отделе саша в мужском отделе ездили только что кота кормить маминого вспомнили что нам что-то нужно что нам нужно ну яйца ну и пошли саша говорит я буду ждать тебя в мужском отделе прихожу в эти жилетки синие саша неплохая для дачи для работы ты мерзнешь на даче чумер жилетка рабочие на кисти ты работаешь себе жарко или чудо делать очень удобно с этим очень легкая начко обычно рабочая форма такая каленая твердая такая краю на пикахе стоит 18 евро конечно жалочка взял как всегда зачем же подмышками порвалась нет удобно потому что я не люблю когда лично висит а когда сковывает ничего не сковываю работаешь с инструментом когда цвет не должно еще лишнее висеть короче ты уже решил берешь дальше думаешь тебе идет синий ты хотел от меня какое-то слово зашли за яйцами саша нет возьми био я люблю когда желтые желток молодец эти тоже будут две упаковки неправда я видел я была там лежу ты мне просто в руки и в руки не поместилось не поместилось нет вот я взяла вот такие катритосы сейчас сделаем салат вот эти последнее время что я полюбила именно отсюда и немножко мне воспоминания испании испания на минималках а милана йогурт заказала ну и саша на обновочка конечно же сейчас в общем не успели еще подъехать к лидлу вот здесь вот рядом были такой перехват тут был едем с сашей бегут два работника лидл не смотрим чувак побежал и потом за угол забежал и вроде прийти дальше не собирался бежать и тут работник лидл за ним бежит зря грел и кричал он спокойно подбежал бы и схватил бы его сзади и он дернулся и дальше давайте зер и они не буду было бежать он сбежал тупик за ним второй чувак потом еще один это по кругу дом окружили с двух сторон выскочили и он дальше сиганул но видно он там местность не сильно хорошо знала там забор и короче него окружили поймала полиция приехала два экипажа огромных два пусика там один боже маленький худой так надо понимать что за ним бежал один потом второй потом еще двое там еще две девчонки еще мне качали вызови полицию такое ощущение что он кого-то там просто замочила на чего но что-то украл до или он либо просто постоянно ворвал они его пытались поймать не знаю конкретно и приходим сейчас магазин видала там два про два работника на весь магазин осталось все остальные на плане переходите на телефоне ну на самом деле нужно сказать что в германии участились случаи воровства очень очень сильно во всем везде и в гаражах и в подвалах и на улице и в магазинах просто такого мы никогда что далеко уходить у нас за пару месяцев последних и велик украли и шлем украли у меня шлем дал по недавно просто сняли со скутера по сути простой обычный шлем черный с царапинами ну кому такой шлем ну как бы зачем этот стащили вообще просто берут все что не так лежит в магазинах постоянно ворует мама рассказывает постоянно видят просто в нагло уже баллами почти выносят даже брат мы рассказывал историю он говорит как он увидел как женщины две получили посмотрел интересно без тележки ничего зашли но с коляской детской а коляска детская накрыта сверху как будто ребенок спит может не беспокоить и он говорит они туда наложили булок в эту коляску просто свежих вот только из печеных в виде положили к целую кучу этих булок и в наглую вынесли просто из магазина потащите как было коляска и коляска может ребенок спит правда накрыто ромка сначала не полгода он думает там может по рабочий положили его за ребенка или еще что-то ягод за ними вышел потом уже скан с кассы смотрю они пошли они машину оставили дальше на парковке почти на выезде как можно дальше под камеры не попала и говорит они за три коляски начали вытаскивать булки просто кучу и в машину перекладывать ничего и не на кассе нет не покупали ни одной булочки они на кассе вообще ничего не покупали они подошли на кассу спросили что-то есть ли у вас вот такое им сказали что нету а ну тогда мы пойдем поищем в другом месте и просто с ними булками выперли из магазина это только один случай когда вот и просто мама мая никогда не промолчит если увидит но ромка-то понял уже только на улице что они ну как бы чувство он и кабину не осознал сначала что происходит это постоянно везде приходишь вот эти вот лежат мужском отделе всякие инструменты все все по все открыто вытащена где-то по чуть-чуть это кто-то по мелочи ворует кто-то по серьезному но воруют везде а ведь пару лет назад даже особо камер в магазинах не было я причем этому очень сильно удивлялся я привык что у нас латвии просто везде напичканы эти камеры вот надо не надо и сидит охрана и стоит охрана на выходе перед кассами что постоянно очень сильно напрягает на тебя смотрит и здесь это было очень удивительно что нет вообще ничего я точно гулял в кофланде помню в лидле нету никаких камер потом кофланде появились камеры первые какие-то редкие потом долго не было в лидле ни одной камеры valdi сейчас уже и там начали появляться знаете это очень было классно когда не стоит охрана немножко раздражает я вот когда мы были где мы гуляли в киеве когда охранник нагло на нас посмотрел пялился прям заходишь магазин и он вот так вот станет и смотрит на тебя ты идешь он за тобой ты на другой прилавок он за тобой как неприятно как неприятно вообще в россии тоже выходишь и стоит куча охранников и в сети ну и в риге тоже самое оно понятно да да я ничего не говорю если воруешь тоже на что-то охранник обставить я вот об этом и хотел сказать что станет и здесь также неприятно все это да и вели страну к сожалению в риге тоже самое те охранники заколебали с одной страну ты когда не воруешь да ты как бы нормально и все вот на тебя смотрят как будто ты уже не знаю что там спер оттуда стол магазина чуть ли не заставляет я там показать сумку ну неприятно все это и вот к этому все здесь к сожалению идет ну я не могу не похвастаться нашей погодой 2 июля за бортом сколько у нас плюс 16 я скажу что не то чтобы я хочу прям жаркое лето нет ну хочется какого-то лет я еще даже платье ни разу не взяла жаркое не хочется потому что у нас нету водоемов вот здесь вот поблизости в открытом доступе чтобы там на море но это не читаю нормальный водоем бассейне конечно я имею ввиду что вот какой-нибудь море искупаться вечером или там хотя бы озеро приличное у нас неделю стояла жара сейчас какая жара жара 28 градусов не было было 20 я ни разу не спать села жара стояла неприятно ночью тяжело спать надо включать вентилятор на террасу толком не выйдешь реально раздражает мне даже вот это больше нравится на самом деле дождь мне не нравится а плюс 20 я не говорю про плюс 20 слышишь меня я тебе говорю про жару если выбирать между большой жарой и вот этим я выберу вот это а если уж конечно адекватно конечно солнышко плюс 20 это идеально это идеальная погода ну жара честно говоря меня раздражает когда ты не можешь не спать не спать душновато да это факт у нас то кондиционеров мало у кого тут есть потому что климат не тот хотя последнее время климат удивляет сейчас уже начинают устанавливать кондиционеры некоторые да вот вам немножечко нашего города ахин архитектуры кто-то любит смотреть на здание кто-то архитектура справа строит ремонтирует дороги это визитная гаточка нашего города стройка ремонт ремонт у нас везде стройки и ремонт объезды в чем такие длительные знаете лет на 10 главное тщательно делать а не спешить ну ты знаешь да я согласен к сожалению уже нету тут есть просто долго но некачественно и не надо мне про чемодан вокзал и что там еще вот эти недоумки пишут обычно не надо вот этого всего я рассказываю вам живую критику это да даже не критика просто констатация фактов того места в котором мы живем я не говорю что это плохо или хорошо это вот так просто происходит сейчас ничего плохого в том что воруют все замечательно просто есть такие люди которые знаете вот это любят только дифирамбы слушать или рассказывать вот вот они живут и ездят по ушам особенно тем родственникам которые живут за границей знаете как у них все хорошо они же не расскажут как у них все там может быть не так немножко или то немножко все чтобы сама лучше рассказывается поэтому такие люди идите-ка вы куда-нибудь погуляйте освежитесь надо быть адекватным рассказываем как мы всегда рассказывали и рассказываем как есть если мы видим что что-то поменялось в лучшую или худшую сторону мы расскажем но как рассказываешь в лучшую сторону никто ничего не говорит но только ты немножко чуть-чуть не так рассказал как может быть кому-то хотелось бы ну все чемодан вокзал давай куда-то там куда-нибудь в россию еще не напишите есть просили обратно обратно в россию которые никогда не жил не поверят стояла баба сейчас прямо на женщина это было как это бля не женщина даже слова не поворачивали языке поворачивать на повороте на ли в лидл прямо на тротуаре прям вот так вот стоит переодевает трусы реально сняла трусы одевает новые ну хорошо чистые вот архитектуру едешь а тут такое нет так это же уму непостижимо ты такое видела лет 10 назад хотя бы вот значит обед мой приятного аппетита скоро на лимфодренаж мне бежать покушаю под шум дождя и вы вид артемкиного скутера мокрого романтично с хрюкающей булочкой под боком да хрюк 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 все налетаем я вот тоже в качалочку пришла будешь качаться? нет буду смотреть как мужики качаются кто мужики? у тебя двоится? я же в силовую зону зашла тут должно быть много мужиков запишу я с тобой за осенью зал на зиму на зиму? да вдвоем чтобы греться? чтобы тренироваться туда где Артем уходит а я думаю туда где сауна будем вместе с Артемом ходить сына контролирует и сами они тебя не возьмут туда не возьмут думаешь? у них там база рухнула смотри сейчас сам не рухни не болтай он может упасть и в шею продавить видишь вот так как я могу тебе помочь? готов? ёпта совсем готов ооо хорошо вообще какой кайф летом кайф зимой невозможно зимой конечно холодно ветер снег грязь да у нас что зима что лето плюс 16 нет тут по другому разве что листьев нету еще эти листья летят со всех сторон нет когда осень нормально когда зима нет это неприятно надо одевать свитера тренироваться на свитерах надо на зиму зал уходить но проблема в том что везде договора на год ты не уйдешь просто на зиму вот это вот бесит так по поводу вот этого дерева будущего нам нас предупредили что лучше его спилить кто-то из вас из зрителей иначе могут быть проблемы потом с с арендодателем как его правильно назвать что если он станет толстым может повредить там фундамент ну да это факт так что саша перенесет с дачи пилу сажда там пилочки достаточно вообще недавно еще щиптами это можно было цепить ну теперь уже конечно а я чего вышла мне нужно девочки томаты подвязать сейчас вроде более менее сухо не хотелось до этого выходить томаты томат вот он мой шикарный томат кстати уже цветочки первые появляются видите о вот еще ой ой ну вот сейчас я его вот к этой штуке подвяжу огурец саш уже почти съеден съели смотри а им уже есть нечего мы сегодня с миланкой шли в магазин лежит извините какашка на дороге ну не знаю чья собача или че и там слезняк ее жрет а че они говорят и это тоже едят я говорю они уже бедные походу все едят в этом году так и разгулялись че бедные мы бедные они все едят им уже все не почем ну будь какую-то репсу ты внесла в природу ну да покормила слезняков помогла им расплодиться ладно слушай это все зай да смотри ну выдерни просто колючее я сама не хочу вот я сейчас посажу скоро не сейчас ну посажу сейчас сейчас закопаю его и вот так вот поставь табличку здесь покоится цукини покойся с миром цукини или кто это был ну что то я посажу сюда я че зря грядку делала но я не думала что у нас такое будет лето я думала у нас прям лето-лето будет жара я заколебусь поливать все это в общем Саша мне когда-то купил веревку специально чтобы подвязывать томаты томаты почему я о нем все время во множественном числе в общем сейчас подвяжу подвязала блин горе садовник сломала вон тут цветки намечались не ну Таня Таня ну е-мое если воткну в землю корни пустят как вы думаете надо воткнуть а вдруг правда вот сюда вот о что он опять хрустнул ну нет уже точно не пустят горе садовник Татьяна скоро будем саш томаты собирать и салат нарезать жди ой со мной так и помереть можно от голода ну зато человек хороший не ну в этом году у меня как никогда конечно что есть то есть давайте не будем о грустном чуть не упал что-то уже стало загибаться с края все спотыкаются об него покажу лучше вам что мне прислали сейчас у детей такой кайф в школе мы все книжки сдали а я решил еще и тетрадки все выкинуть то есть теперь выкинул все тетрадки да а вдруг там что-то захочется вспомнить в следующем году с прошлого нет ничего прям взял и выкинул то что надо я оставил вот интересно Артем хранит все свои тетрадки чуть ли не с пятого класса не может до сих пор выкинуть а Тимур год закончил выбросил да я к своим игрушкам сильно привязался да у Тимура проблема в том что он не может игрушки свои никак выбросить мне там еще не нужны мне тракторы и скутеры ну что я их выкинул что ли нет отдай хорошие руки а тетрадки это страдания это листья которые приходилось туда класть по математике все время по тетрадке у меня была очень плохая оценка именно она все время мне пользила эту оценку и вроде тетрадки ничего сложного сделал задание и положил тетрадку нет уже буквально на вторую неделю после каникул ты понимаешь что что блин даже вот такое маленькое движение ну действие оно уже возражает понимаешь я просто ты просто берешь открываешь закидываешь и убираешь тем более перемены перемены если началась то ты идешь на перемену сразу типа блин ну вот у меня тем более ничего не убрано да и зачем как бы если можно новые купить они уже вроде недорого стоят или четвертки да недорого отнесли ну так лучше новую купить тем более мне же появится и понадобятся новые ну то есть новые предметы все такое например у меня что должно снова изо появится изобразительное искусство ура ура физика вроде должно появится сегодня тимур знаете как пошутил приходит мама если я буду с девушкой гулять в лесу и на нас нападет волк это не все я просто вспомнилась ты это я не буду спасать девушку я убегу потому что девушек много а я у мамы один я услышал такое где и это прикольно позвучит да я так и жала молодец у меня хотелось бы сказать ты действительно у мамы такой один так завтра тимур идет с классом в завтра как по у нас городе какое-то мероприятие возле радхауса да типа какие-то будут стенды типа различные темы связанные с городом типа что нам можно исправить в городе и все такое не понятно лучшее что можно исправить это чтобы ремонт и наконец что чтобы дёгер снова стоил 2 евро а не 6 а вот разве стоил когда-то 2 никогда 4 сколько давно еще когда я не родился он стоил 2 поверь мне я хочу это обратно когда еще немецкие марки были да короче ну то есть всякая такая тема как бы заодно как бы у нас сказали то что после того как мы там будем можно идти ну как бы домой сразу дело в том что у меня есть велик то есть я на велике все время а велик в школе а мы пойдем к на ратушу пешком да на ратушу пешком а обратно ну а это было часов да достаточно не буду не буду говорить точно но да долго достаточно обратно идти явно не хочется но надо да все получается разойдутся обратно по домам а Тимуру придется вернуться в школу чтобы забрать велик ну как бы я смирился что ладно ладно и сегодня когда учитель там надо было листик дать да чтобы ты мог сам ходить по ратушу да там смотреть всякое сам без сопровождения родители должны подписать листик что они согласны что Тимур ну что твой ребенок может ходить без сопровождения учительницы по ратуши там по этой площади и потом оттуда сам вернуться домой и надо подписать этот листик да и как бы а я подумал если я вернусь то зачем типа я подумал ну с учителем поеду ты что мне все равно это не интересно Тимур говорит и короче я сегодня значит учитель говорит это ты уже этот листик получил я говорю нет мне не надо он такой почему ты смотришь сразу оттуда пойти домой я такой так у меня верик тут стоит мне бесполезно ну там сможешь сам ходить без сопровождения у меня я ему говорю мне как бы мне это без разницы я ему говорю да я могу и с вами пройтись он с таким лицом сейчас он реально с таким лицом на меня смотрит и говорит держи листик и говорит все пусть вы родители подписат и ты мне завтра дашь ну я понял он короче не хочет со мной не подавиться он никто не с вами не с кем не хочет не подавиться люблю своего учителя на самом деле у Тимура классный учителя да так ладно что же мне пришло наконец-то этот капает все время в глаза что-то себе в нос закапает что же мне пришло Саш покажем наконец-то не не показывай ну давай покажем они хорошие вот конкретно покажи пальцы мы когда были с Сашей в Париже и единственное что я себе купила из вот когда мы заходили в магазин с тряпками то я себе купила две маечки тебе открыть надо да вот такую вот черную и вот такую вот белую вот точно такую и мне понравились сейчас на сайте были скидки а у нас как ну Саша у нас в магазинах локальных нету и я заказала еще одну белую и парочку ну не парочку а еще вот такую вот серенькую и вот такую нет я хотела просто показать обратно запаковать и отправить Саш конечно же оставлю вот такие вот маечки видите даже белишка не надо под низ носить они сразу с белишком супер удобные потому что видите они прям вшиты они никуда не сместятся в общем супер классные супер классные моя рекомендация это размер С Саша там не было в пакетике сколько они стоят? уже не знаю ну вот нет наверное не было мне кажется они стоили 24 может быть а со скидкой 16 может быть как то так а нашел ну 120 евро штука не знаю где ты там искал после скидки после скидки да мне похоже что она безумная что такое покупать за 120 евро честно да честно да что это вот а я что хотела сказать а Милана завтра знаешь куда Саша идет с классом Саш подожди а зачем ты меня думал ну просто выброси порви это старая страховая или не старая я не знаю что ты все все время ее везде отвечаешь да что ты хотела спросить ты знаешь куда завтра Милана идет с классом к лошадям на скачке да мы ни разу не были у нас в городе они сами скачки не будут смотреть там репетиция наверное будет нет они будут смотреть там где лошади стоят как с ними там ухаживают завтра Милана расскажет интересно как же у нас же в каждое лето проходит в городе скачки и мы ни разу не были там на этом мероприятии дай ей камеру спец в школе все знают что мы блогеры пусть поснимает не знаю она заснимет случайно чужих детей пусть поснимает пусть поснимает лошадей снимает что нам эти дети ничего интересного что никто не видел чужих детей да а лошадей мы хотим посмотреть Саша говорю посмотри точно в пакете ничего нету 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 идем пиздец а вот смотрите цена же вот дурында 2490 стоит без скидки со скидкой по моему 16 и вот код если кому-то интересно реально хорошие удобные мне понравились так друзья спать мы собираемся поэтому давайте с вами прощаемся обнимаемся и увидимся с вами снова завтра всем пока